Доброе утро! Сегодня во всех российских школах прозвенит первый звонок. В Карачаево-Черкесии за парты сядут более 6 тысяч первоклашек. Менее чем через полчаса в учебных учреждениях начнутся праздничные линейки. Об этом мы расскажем в следующем выпуске в 14.30. А сейчас к другим темам. Республиканский центр дополнительного образования детей провел в штабе единой поддержки Карачаева-Черкесии ярмарку возможностей своего рода выездной день открытых зверей. Юные жители Черкесии и их родители смогли ближе познакомиться с теми направлениями, которые преподают педагоги дополнительного образования. Кому-то интереснее технические дисциплины, других увлекают творческие направления, третьи хотят больше знать о загадках природы, изучать ее законы. Причем всему этому можно будет учиться совершенно бесплатно. Приобщиться к занятиям решили даже сотрудники штаба поддержки республики. Настолько интересными им показались предложенные направления. Мы предлагаем нашим ребятам, а также их родителям записаться на такие направления, как техническое творчество, естественно, научное, туристско-краеведческое. Также здесь мы рекламируем наш IT-куб и предлагаем записаться на наше объединение также через навигатор дополнительного образования. Показываем алгоритмы работы, как записаться через госуслуги, через наш сайт. Мы объясняем здесь также родителям и ребятам, что они будут изучать, если к нам попадут, какими навыками потом будут обладать. Специалисты Северокавказского регионального и Карачаево-Черкесского поисково-спасательных отрядов МЧС России провели совместную тренировку. Они отработали беспарашютное десантирование в зону условно-чрезвычайной ситуации с борта вертолетами-8 на высоте от 20 до 40 метров. 14 профессионалов отработали практические навыки по беспарашютному десантированию и эвакуации пострадавшего из труднодоступных мест с использованием бортовой лебедки. Каждый из них выполнил по три спуска. Перед началом тренировки был проведен инструктаж, проверено снаряжение спасателей и спусковые устройства. Подобные тренировки проводятся ежегодно и имеют большое практическое значение для оттачивания мастерства спасателей. Они всегда должны быть готовы быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. В горах, в лесной местности и над водной поверхностью. Спасатели показали отличные результаты. Экипаж воздушного судна продемонстрировал высокий уровень мастерства в точности и удержании воздушной машины на заданной высоте. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите Вести на Ногайском языке. Удачного дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 13-18. В горах до плюс 12. Днем 27-32 градусов тепла. И местами до плюс 23. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 16-18. Днем 30-32 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова